Мы даже этот факт доказали через суд, понимаете? Но почему-то власти говорят, вот если у вас решение закона, нам необходима политическая воля. У меня один вопрос ко всем юристам. В нашей стране политическая воля это выше закона? Кто может дать ответ? Вот у меня вопрос. Пан Александр. Можно небольшой нюанс уточнить? Вы говорите, у вас там какие-то секции недостроены, а какие-то еще даже фундамент не копали. А квартиры там проданы? Скажу, мы нашли этих людей, они точно так же с нами объединились. Процент есть проданы? Квартиры проданы, деньги украдены. Где-то, а, кстати, там есть рассрочки, простите. Да, деньги украдены, застройщик ушел, новый застройщик зайдет на эти дома, и будут люди, которые уже претендуют на эти квартиры, их по второму кругу продавать. То есть это будет или двойная продажа, или еще что-то? Нет, там есть момент, люди это понимают, и там больше половины брали в рассрочку. Рассрочки остановлены, они готовы доплачивать. Да, а тогда может получиться схема, вот как рассказывал человек по... Извините, по Богдану Хмельницкого. Артем, да, по Богдану Хмельницкого рассказывал о застройке, то есть когда придет застройщик, и потом предъявит претензии и скажет... Совершенно верно. Я же выполнил обязательно, дом стоит, вот документы, дом стоит, хотите, проверьте в натуре. На самом деле, действительно, вот это выражение «политическая воля» очень странное выражение. Почему? Потому что, ну опять-таки возвращаемся к Уголовному кодексу, чиновники обязаны исполнять требования закона. Потому что есть статьи, которые предусматривают ответственность чиновников, причем очень жесткую, с конфискацией имущества за неисполнение закона. Но если это квалифицируется как злоупотребление... 382 статья. Нет, не 82, 65, но не принципиально на самом деле. 365, но не принципиально. То есть если это квалифицируется как сумыслом, то есть там он извлек какую-то выгоду, докажут это, то его посадят с конфискацией. Если докажут, что он там просто по головотяпству не сделал, то, извините, это халатность. Любой чиновник ходит между двумя статьями Уголовного кодекса. Злоупотребление или халатность. Но у нас почему-то в стране, а вот это уже вопрос политической воли, почему-то кому очень многим людям, облеченным полномочиями публичной власти, позволено не исполнять закон. И это опять-таки порочность нашей политической системы, которая действует уже десятилетиями. И смысл которой заключается не в том, чтобы исполнять функции государства. Что у нас в Конституции написано? Что основная функция государства, это гарантирование права и свобод граждан. В том числе право на жилье, в том числе право на защиту. Мы же отдали государству часть своих прав и свобод. Мы же не ходим там по улицам, никого не убиваем. Мы отдали это право государству. Насилие применять. Мы отдали государству часть своих денег. Причем даже если вы прямо не платите налоги, то, извините, вы зашли в магазин, вы заправили машину, вы проехали в метро, вы заплатили налоги каждый раз. Каждый раз и налог на прибыль этого предприятия, с которым вы там платили, и налог на землю, и все остальное, они же платят это все с ваших денег. Так вот, государство эти обязанности не выполняет. Почему? Потому что государство у нас антинародное. Но это очевидно, мне кажется. И как бы на каждых выборах мы обжигаемся, мы избираем каких-то подонков, негодяев. Хотя, знаете, нет ничего удивительного в том, что эти подонки и негодяи действуют так, как они действуют. Ведь почитать программу, что предыдущих, предыдущей партии власти, что этой партии власти, ну о чем они пишут в частности? Ну, партия Зеленского о чем пишут? У нас основа идеологическое либертарианство. Что такое либертарианство? Это самоустранение государства от всего. Вы нам, конечно, чего-то там должны, но мы, как государство, вам абсолютно ничего не должны. Ну, извините, тут как в старом советском анекдоте, помните про сантехника, да, которого посадили за то, что он сказал, тут все прогнило, систему менять надо. Вот конкретно здесь систему нужно менять. И вот в том числе с квартирами. Это просто одно из проявлений. А взять рабочие места, которые просто уничтожаются. Недавно слышал одного деятеля, который рассказывал, что да не нужно в Украине заводы строить. Да ну вы что, вы построите заводы, а что вы там будете производить? Бош или Сименс? А почему Бош или Сименс? В конце концов, у нас были неплохие телевизоры электрон в том же Львове. То есть у нас было свое. Или холодильники Норд в том же Донецке производили. Вот так вот, поэтому ситуация у нас патовая. Мы будем дальше падать. Извините, вот эти вот люди, которые нам эту идеологию занесли, они столетиями грабили других людей. Но в конце концов, если можно грабить индейцев в Америке, индусов в Азии, китайцев в Азии, индонезийцев, бирманцев, тайцев, негров в Африке, так почему нельзя грабить белых негров в Украине? И вот на протяжении 30 лет, слово негр, это слово легальное, нормальное, оно происходит из испанского слова негра, черное обозначает. И все. Извините, я произнес просто испанское слово. Цикаво, как вы реагировали на это глядачы. Давайте спросим, пускай в комментариях напишите. Власне, пана Олександра Говоримова.